Привет, коллеги! Добро пожаловать на BlondieCode, курс JavaScript Backend, практическое занятие. У меня случился спонтанный отпуск, поэтому пришлось уйти на месяц с канала, не попрощавшись. Теперь я вернулась домой, и мы продолжаем разбирать админку блога. Сделайте, пожалуйста, гейтпул, ссылка на репозиторий, как всегда, под видео. В прошлом видео мы закончили со списком категорий блога и разобрались с созданием новой категории. Сегодня продвинемся вглубчаще и зайдем в редактор. Жмем серую кнопку и попадаем на форму, знакомая с фронтенд части курса. Здесь много разных нужных полей, которые будет заполнять модератор блога. Есть история модерации, кто, когда и что наделал. И функциональные кнопки «Сохранить», «Удалить» и «Отмена». Отмена выкинет нас к списку всех категорий. Посмотрим, что за роут обслуживает редактор. Admin, SlashEdit категория и параметр ID – уникальный ID-шник категории. Логика описана в модуле Admin SlashEdit категории, с методом POST, которого мы уже познакомились в прошлом видео. Сегодня увидим, что же там в GET. Первым делом проверим, есть ли модератор в сессии. Если его там нет, как вы помните, отправляемся на форму логина. А если логин уже совершен, заполняем res-locals. Для начала соберем языки, на которых можно писать в нашем блоге. Этот список лежит в конфиге. Мы уже его видели. Это массив данных в формате ключ-значения. Аббревиатура языка, его полное имя и булевая переменная default. По умолчанию выбран русский язык для блога. Затем ищем категорию, которую будем редактировать. Она описана в Mongoose модели категорис. Искать будем по ID, который прилетел в параметрах. Вот этот ключ в роуте. И в результат вернется объект категории. Та самая искомая категория. Назначаем res-locals-page. Как вы помните, это нужно для подсветки активной позиции меню в хедере. Для редактора категории нет закладки в хедере, но зато темплейта знает, что это не страница категории, для которой как раз-таки активный пункт меню имеется. Поэтому назначаем res-locals-page для каждой страницы. И res-locals-title. Надоело мне оправдываться, что я назначаю его по привычке на всех страницах, но в админке он статический, бла-бла-бла. Редактор категории плюс заголовок категории. Наведу наконец порядок в темплейте head.js. Добавим в тег title переменную res-locals-title. Пусть поисковики не индексируют обминку, зато модератор увидит красивый заголовок закладки в браузере. Ну и в исходном коде страницы теперь тоже можно лицезреть заголовок категории. Тестовая. Дальше проверяем параметр lang. Как видите, в редактор можно попасть по двум типам ссылок. Edit-категории slash-id и Edit-категории slash-id slash-lang. Этот параметр указывает на то, что мы в редакторе перевода категории и несет в себе код языка. Для оригинала страницы этого кода нет. Начнем с оригинала, так что попадаем в else. Назначаем res-locals-категории, вся информация о текущей категории, res-locals-lang равный default и res-locals-parent равный me. К этому параметру вернемся позже. Он сообщает, какая категория является оригиналом для перевода. В данном случае она сама себе оригинал. И, наконец, render. Темплейта admin slash-edit-категории slash-edit-категории. Заглавное темплейта конструктор для сбора запчастей. Head, header, окно ошибки, footer и уникальная часть страницы body и JS. В ней та самая форма редактора. HTML из фронт-энд части с некоторыми дополнениями. И первый инклуд это вовсе не темплейта, а функция под названием date parser. Темплейты можно подключать функции все тем же инклудом. Это будет заниматься форматированием дат. Результаты ее работы можно увидеть в истории модерации. Вернемся к ней позже. Я все еще жду, кстати, алгоритм для подбора окончаний. В прошлом видео я обещала авторский рисунок в обмен на коммит репозиторий. Не смущайтесь, предлагайте свои варианты. А в этой темплейте добавляем ID в корневой холдер. Это некое свойство cat-type, которого нет в модели, и вообще оно пустое. Потому как я отказалась от категории второго уровня. Смелее читайте косяки в коде, пишите, присылайте коммиты. Этот проект не музейный экспонат, его можно и нужно трогать. А что же есть в модели? Давайте еще раз ее откроем. Уже в третьем эпизоде снимается эта модель категории. И сегодня, наконец, рассмотрим все ее поля. Итак, поле title. Type равный string. Description того же типа. И short description. Это самые нужные поля, которые хранят в себе контент страницы. Заголовок, текст на странице и краткое описание. HTML title, HTML description, HTML keywords – это тоже строковые поля, хранят в себе данные для SEO-оптимизации, мета-заголовок, описания и ключевые слова страницы. То, что не видит пользователь, но видят поисковики. Под каждое такое поле отведен импут на форме. Увидеть их можно в HTML-коде страницы. И любой грамотный SEO-шник потребует наличия таких полей в CMS. Поле меню title – это название категории в главном меню. Часто в макете маленькое декоративное меню, а SEO-шник требует запихать в заголовок страницы 64 символа. Для этого дадим возможность назвать пункт меню со ссылкой на раздел отдельно от его заголовка. Если модератор не заполнит это поле в админке, тогда снимем его из поля title. Сократим им на категории и меню станет компактнее. Поле алиас, как вы помните, содержит road-категории в адресной строке после константной части. Именно его мы проверяли на уникальность при создании новой категории. Position, type number – тоже знакомое с прошлого видео поле. Позиция категории в меню. Для ее изменения в списке был прикручен UE-сортable. Поле length – по умолчанию равное default. Язык категории. И тут же поле parent. В нем будет ID-шняя категория оригинала. Если переключить язык блога, будут выведены только те разделы, для которых есть перевод на данный язык. Категория поэзия Пушкина имеет два перевода, и ее ID будет записан в их поле parent. В админке для каждого перевода есть отдельная форма. Как вы помните, переход на нее осуществляется при помощи параметра length с кодом языка. Из main – тип поля boolean. По умолчанию false. Это флаг – индикатор главной страницы. У кого он выставлен в true, тот и будет донором текста для главной страницы блога. Очевидно, страница перевод сама по себе главной быть не может, поэтому на переводе нет волшебного чекера. А вот на основной имеется зеленая тычка – главная страница. Если ее активировать, то категория станет главной, и мы увидим ее содержимое на главной странице блога. Проверим, так ли это. Кстати, один наш коллега сделал мне замечание, что алерт при выходе со страницы очень сильно раздражает. Но я могу вас заверить, что секунда раздражения – ничто по сравнению с тоннами кирпичей, которые выдаст модератор, если случайно закроет страницу с готовой статьей. Поэтому такой алерт – это хорошая практика в подобных CMS. Действительно, текст на главной изменился. Это та самая тестовая категория, а бывшая главная появилась в верхнем меню. Осталось еще несколько полей для информации о модерации категории. Creator – модератор, который создал категорию. Created – новый тип Date по дефолту равной текущей дате. Время создания категории. Кстати, его при создании категории мы не назначали. Занаста сделает свойство Default – момент создания категории, в это поле запишется текущая дата. И поле Moderated History – еще один новый тип данных – Array. В Mongo можно хранить массивы данных. Это история модерации страницы. Если открыть на форме историю, то мы увидим данные из этих полей – кто создал категорию, когда и кто ее модерировал. Забегая вперед, скажу, что в массиве Moderated History будут данные в JSON-формате с именем модератора и датой модерации. Не помню, говорили ли мы о индексах. В Mongoose модели индексы описываются как свойства схемы индекс. Название поля и сортировка. Один по возрастанию, минус один по убыванию. В данной модели сортировка по позиции в меню, так как именно эту сортировку мы используем в выборках категорий. Ну и Statics. С некоторыми мы уже знакомы. Например, Create категории. Некоторые будем рассматривать сегодня. Edit категории – тот самый метод, который сохраняет данные с этой формы. Много-много-много данных, которые были собраны на фронт-энде. Давайте посмотрим скрипт категории с папки Admin. Клик по кнопке с ID равным Edit категории и собираем данные для EX-запроса. Это знакомая из фронт-энд части манипуляции. Смотрим, главное ли это страница. Собираем описание из плагина Media Description. А дальше немного новинок от бэкэндщика. Так как это редактирование существующей страницы, нужно передать ее ID. Чтобы найти ее в базе данных. Его мы положили прямо на холдер кнопок в качестве атрибута ID. Здесь же еще два нужных атрибута – DataLength и DataParent. Как вы уже догадались, это нужно, чтобы понять, была ли страница оригиналом или это перевод. Передаем эти самые параметры на сервер. В данном случае категория оригинал – DataParent равно Me, а язык – дефолтный. DataAction равно Edit категории. Я уже рассказывала, что передаю все действия на сервер по методу POST, а разбираю, что именно нужно сделать на бэкэнде при помощи параметра Action. И, наконец, AJAX запрос на RoadAdmin SlashCategories. Попадаем в метод POST. Если RecBodyAction равно Edit категории, начинаем разбираться с параметрами для эдита. Для начала назначим переменные. Из Main – главная ли это страница. Алиас – для категории перевода он не нужен совершенно. И из Local – пулевая переменная, указывающая, что страница является переводом, причем вновь созданным, а не редактируемым. Позже увидим зачем. Если RecBodyLength равно Default, значит категория описана на родном языке блога, то есть не является переводом. Значит, алиас ей жизненно необходим. Назначаем его равным RecBodyAlias. Проверяем RecBody из Main. Я передаю булевые переменные с клиента в виде строки для надежности. Так что если RecBody из Main равно строковой True, назначаем булевую из Main в True. Модератор назначил эту категорию любимой женой. Теперь нужно оповести всех участниц гарема. Для этого я описала метод SetMain в модели категории. Он принимает два параметра. Кому назначить поле Main и что записать в это поле. Вот эта функция. Собираем параметры поиска. Если из Main равно True, дописываем в парам свойство Parent, равное значению первого параметра Parent ID. Дальше запускаем апдейт для записей, которые найдутся по условию Params. Set означает, что поля будут переписаны. Переставляем из Main в заданный из Main для всех статей, у которых Parent равен Parent ID. То есть всем переводам заданной категории ставим из Main True. Каждая из них будет главной страницей для выбранного языка. Мульти равный True означает, что будет изменена не только первая запись, найденная по критерию Params, но и все последующие. В данном случае мы просто переписываем всем записям в коллекции поле из Main False, чтобы потом назначить True той единственной, выбранной модератором и ее переводом. После ресета главности страниц запишем сами изменения. Этим займется функция Edit Категории с параметром из Local. В данном случае он равен False. В колбеке назначаем новую главную страницу. Как и договаривались, передаем ID счастливой категории и True в качестве из Main. Вернемся к Edit Категории. Как видите, ее же вызываем в случае, когда категория не была назначена главной, и манипуляции с полем из Main не нужны. Вот эта функция с аргументом из Local, которая определяет, что попало к нам в руки, оригинал страницы или ее перевод. Если из Local равен False, то есть страница оригинальная, просто вызываем метод модели категории, Edit Категории, и передаем в него все параметры RecBody, которые пришли из клиента. Из Main и Alias переменные назначены выше, тоже с учетом пожеланий модератора на клиенте. После апдейта цылаем в Callback либо ошибку, либо ID обработанной записи, которую в свою очередь отправим на клиент. Снимем класс Working с кнопки, чтобы можно было нажимать ее снова. Убираем Preloader и перенаправляем пользователя на один из роутов. Здесь еще один недоеденный кусок пирога из старой админки, какие-то хлебные крошки для подкатегории. Подкатегории в этом проекте нет, значит нас ждет вечный Else. Для категории сленг равным Default отправляемся на страницу со списком категорий. Slash Admin Slash Categories. А если категория была переводом, нужно перейти на страницу ее родителя. Просто отрезаем код языка. Это сабстринг от нуля до последнего вхождения символа слэш. Виндолокейтшен хреб. Если я нахожусь на английской версии страницы, то после сохранения изменений меня перебросят на русский, вариант этой категории. А если я внесу изменения на страницу родитель и нажму сохранить, меня перебросят к списку категорий. Все как договаривались. Кстати, моя последняя модерация отобразилась в списке. Захват экрана я сделала целый месяц назад до своего отъезда. Я честно пыталась успеть выпустить серию. В категории переводе тоже есть список модераций, отличный от оригинала. Посмотрим, все ли идет по плану. Немного текста на странице переводе. Открываем раздел «Тест». Выбираем язык английский. И вот он, текст на английском. А для немецкого языка перевода категории нет. Поэтому видим ее на языке оригинала. Изменена она исчезла, потому как мы парсим только те разделы, для которых есть перевод для выбранного языка. Посмотрим, что происходит, если язык раздела не дефолтный. Для начала попробуем найти категории по заданному regBodyID. Если такой категории не нашлось, это точно перевод, причем перевод новый. Значит, нам нужно не редактировать категорию, а создать новую, причем не обычную, а перевод. Ставим переменную излокал в true. Затем опять вызываем функцию edit-категории. Если излокал равно false, значит это старый перевод, а значит его можно просто отправить в метод edit-категории. Это будет секция else, которую мы уже рассмотрели, а разве что алиас у такой категории будет равным now. А вот если излокал равно true, нужно вызвать метод модели категории с createLocal. Сейчас рассмотрим этот метод, в калбеке от него точно так же, как и после edit-категории выкидываем либо ошибку, либо ID записи. CreateLocal создает новую запись коллекции категорис, но с отличным от категории родителя набором полей. Для начала проверяем, есть ли категория родитель на оригинальном языке. Перевод сам по себе существовать не может. Если родитель нашелся, создаем запись, в противном случае отдаем ошибку. В поле parent запишем ID категории родителя, поле из main позаимствуем тоже из родителя. Мы уже договорились, что переводы главной категории тоже главные страницы, но для своего языка. Остальные поля пришли с клиента, и пишем их, как и в create категории. Сохраняем новую запись и выходим в калбек или с ошибкой, или с новой категорией переводом. Теперь посмотрим на метод edit категории, общий для оригиналов и переводов. Для начала проверим, не пытается ли модератор изменить алиас какой-то категории на уже существующий. Нас интересует только категория на дефолтном языке, потому что у всех переводов алиас равен now, как вы помните. Если такая категория нашлась, и ее ID не равен ID редактируемой категории, отправим модератору ошибку, пусть придумает новый алиас. А если все ок, начинаем собирать параметры для апдейта. Посмотрим на часы, чтобы знать время модерации. Заведем переменную setParms, куда будем складывать новые значения полей. Заголовок, описание, мета теги. Если язык дефолтный, то на изменения запишем алиас и из main. Для переводов это не нужно. Все, делаем апдейт записи методом set. Назначаем всем полям, собранным setParms, новые значения. Если была ошибка, отправляем ее в callback. А если все хорошо, разберемся с историей модерации. Помните, что поле Moderated History имеет тип array. Туда я складываю некие события в формате ключ-значения. Нас интересует модератор и дата модерации. Запишем их в переменную Moderated History. Дату мы получили чуть выше, когда смотрели на часы. И делаем еще один апдейт. Для записи с ID категории, которую мы только что препарировали, делаем push в поле Moderated History. Как вы догадались, push в апдейте запихивает с конца новый элемент в поле типа array. Выкидываем результат апдейта в callback. Готово! Можно вернуться к JS файлу и доразобрать темплейту. Див с классом Options Header. Это, как вы помните, та самая серая полоска с кнопками для переключения языков. Эти кнопки с названиями языков страницы – это ссылки на страницу перевод или же на оригинал категории, если язык дефолтный. Для начала разберемся с категорией родителем. Помните, мы передали ее через reslocals параметром parent. Lang – это текущий язык страницы. Если lang равен дефолт, то переменной cParent присвоим ID текущей категории. Это пригодится нам позже. Дальше нужно запарсить сами кнопки. Перебираем доступные языки. Их мы собрали раньше из конфига. Все переменные из reslocals доступны на темплейте по своему имени. То есть languages – это те самые reslocals languages, которые были назначены в модуле admin slash-ed-категории перед рендером темплейты. Создадим переменную для индикатора активной вкладки – activelang. Если свойство name текущего языка в массиве равно значению reslocal slang или свойство языка из массива default равно true, помните, это индикатор, является ли этот язык тем самым родным для сайта, и при этом текущий язык страницы reslocal slang равно default, то activelang равно active. Все сошлось, и мы на той самой вкладке можно дать кнопке активный класс. И еще одна полезная переменная – url postfix – переменная часть ссылки. Если мы имеем дело с переводом страницы, то ссылка на нее отличается от ссылки на оригинал хвостиком slash плюс имя языка. Теперь у нас есть все данные, чтобы сформировать ссылку. slash-admin, slash-edit-категории, slash-id категории родителя, slash тот самый хвост, url postfix. И текст на кнопке ссылки – это langitem.name. Вот они кнопочки на темплейте. Длинная ссылка и подпись с именем языка. Ниже идут импуты с информацией. Это HTML-код из фронт-энд части, но с добавкой для импутов атрибута value, куда будем вписывать значения из базы. Категории title, категории алиасы и так далее. Все эти свойства объекта категории мы видели сегодня в модели категорис и передавали их с фронта на back. Все ровненько до блока с зеленой галочкой. Главная ли эта категория? Мы обсудили тот момент, что категория перевод главной страницы быть никак не может, по крайней мере в отрыве от своего родителя. То есть такая галка имеет место только в редакторе страницы оригинала. Вот и проверим. Если parent равно me, то парсим этот блок. Знакомый фокус для актенного класса. Если категория из main равно true, то назначаем переменную из main класс active. В противном случае переменная пустая, галочка не зачекована. Краткое описание категории тоже из базы. А дальше блок с развернутым описанием. Его генерирует плагин Media Description. На фронт-энд части мы рассматривали этот плагин. Для его инициации нужен был исходный HTML-код, который хранится в базе в поле Description. Именно его положим внутрь Дива с классом Media Content, причем в неэкранированном виде. За это VGS отвечает знак тирея, равно для экранированных данных. Кроме того, этот Див невидимый. Он является донором контента для Дива, который подстроит плагин. Можно было запросить содержимое Аяксом, например, но я решила его запарсить прямо на страницу. Подключается плагин в клиентском скрипте Media Actions. Это все тоже было во фронт-энд части. Вот эта самая опция Inside Description, куда мы засунем HTML из невидимого Дива. Опять же, как достать контент – дело вкуса. Если хотите запустить пост-запрос, опишите его здесь и запустите плагин в колбеке, передав Inside Description результаты с базы. История о модерации. Тот самый баянчик, которым лежит инфа по работе со страницей. Первый айтем – это создатель категории. Он всегда один. Находим его в поле категории Creator. И дата создания находится в поле категории Created. Кроме того, отформатируем эту дату при помощи функции DateParser, той самой, которую мы подключили в начале темплейта. Посмотрим на нее поближе. Функция DateParser описана в отдельной темплейте в папке template.modules. Это обычный JavaScript, но завернутый в теге с процентом, так как это IGS. Начинаем с создания объекта класса Date, с датой, которая пришла на вход функции. А дальше разбираемся с форматом. Для начала добавим 0 перед днем месяца, если он меньше 10, чтобы было ровненько. 0.1, 0.2, 0.3 и т.д. Я не раз говорила, что не люблю сокращенные конструкции языка. Они делают код компактнее, но куда менее читабельным. Это сокращенная форма записи и в Condition, с назначением переменной. И сюда я поместила ее как эталон сокращенной записи. Если вы чувствуете, что она прекрасна, срочно изучайте сокращенные конструкции. А если согласны со мной, что она уродлива, то добро пожаловать в наш клуб мамонтов. В общем, здесь мы проверяем день месяца на условия меньше 10. И при положительном исходе лепим к переменной нолик слева. В противном случае присваиваем ей день месяца, как есть. Затем заводим еще две переменные для месяца и дня недели. И запускаем свитч по номеру месяца, чтобы записать его в текстовом виде. Ян, фев, март и т.д. Аналогично день недели – ВСПН, ВТ и ДОСБ. Обратите внимание, что это американский календарь и нулевой день недели – воскресенье, а не понедельник, как у нас. После этого собираем строку в формате день недели, запятая, день месяца, точка, месяц, пробел, полный год, запятая, в, количество часов, двоеточие, количество минут. Вернем отформатированную дату. Звучит страшно, но на деле вот такая форматированная строка. Воскресенье, 12 февраля 2017 года, в год 16.57. Где-то в начале года я создала этот проект и начала делать этот курс. На весь год у меня ушло меньше месяца, и уже почти год я делаю видеообзор. Теперь я начала по-настоящему уважать видеоблогеров, которые постят по 5 роликов в неделю. За создателем в баянчике идет список с модерациями. Проверим, была ли история модераций у категории. Поле Moderated History типа Array, в котором лежат данные в JSON формате. Проходим по ним форум и парсим для каждого айтем, аналогичный создателю. Имя модератора и дата модерации, прокрученная через Date Parser. Последняя секция страницы – кнопки. Кнопка «Сохранить с ID равным Edit категории». Дополнительные атрибуты в холдере. Категория «Родитель», «Язык страницы» и «ID категории в базе». Тривожная красная кнопка «Удалить». Ее дадим не каждому модератору, а только тому, у кого есть права суперадмин. В этой админке он, правда, один, но порядок есть порядок. И кнопка «Отмена», которая ведет нас к списку категорий. С сохранением и отменой мы уже разобрались, посмотрим, что делает красная кнопка. По клику на кнопку «Удалить» вылетает попап, который переспрашивает модератора, хочет ли он уничтожить категорию. Это мы видели в первой части курса. Удалить можно как перевод раздела, так и весь раздел целиком. Убиваем тестовую категорию, и сервер отдает печальную страницу 404. Посмотрим на кнопку «Убийцу» поближе. Вызов попапа и клик по кнопке, подтверждающей удаление. Здесь фронт-энд-девелопер оставил послание, что нужно написать аякс на удаление раздела. Исполняем его желание. Все, что нужно знать, чтобы грохнуть категорию, это ее ID. Мы его уже собирали сегодня с элемента холдера кнопок. И Action. В данном случае Delete категории. Род все тот же, метод Post, сообщение об ошибке в случае ЧП и перенаправление модератора на страницу со списком категорий в случае успеха. Кроме того, добавляем ID равный deleted на холдер с классом ID.info, для того, чтобы надоедливый алерт по выходу со страницы не появлялся. Одному Одину известно, что произойдет, если попытаться работать со страницей призраком, поэтому уходим с нее навсегда. Вот он, алерт на доеда. В скрипте Media Actions тут мы проверяли на наличие элемента с ID равным deleted. Само удаление категории происходит в роуте admin.slash.categories. Проверяем. Rec.pode.action. И первым делом ищем кандидата на удаление. Как правило, сам метод удаления из коллекции вызывается в самую последнюю очередь. Сначала удаляются все файлы, связанные с разделом, все дочерние разделы, статьи, переводы и т.д. После того, как вы удалите раздел родитель, поймать его детей будет нереально сложно. Не расползутся по проекту, как тараканы по системнику. Поэтому с первающим кандидата на выбывание. Если категория не найдена, значит модератор либо грозный хакер, либо сминог. Отправляем ему сообщение об ошибке. Если категория найдена, проверяем родитель она или перевод. Если это перевод, вызываем функцию remove категории. В этой функции вызываем метод модели категории с delete категории, в которой передаем ее ID. Если была ошибка, выкинем ее в callback. Если все ок, кидаем null. Сам метод delete категории прост, как грабли. Находим запись по заданному ID и делаем remove. Мониторим ошибку и выходим в callback. Если же язык категории равен default, значит нужно удалить все ее переводы, если таковые имеются. Ищем все категории, у которых поле parent равно ID категории для удаления. Если потомков нет, вызываем remove категории с нашим ID и выходим с миром. А если переводы найдены, идем по ним форам и отправляем каждой из них функцию remove категории. Я уже описывала такой фор со счетчиком. Желающих написать в комментариях pricing, evade и callback, hell, я попрошу вас держаться. В прошлых видео я объясняла свою позицию на этот счет. Окончанием синхронного удаления потомков удаляем родителя и отсылаем ответ на клиент. Вот и все по этой странице. В следующий раз рассмотрим создание статьи в категории. Если что-то осталось непонятным, пишите в комментариях. Если видите, как можно улучшить проект, жду коммитов в репозиторий. Ну и, конечно, ваши лайки. Это лучшая благодарность. Так что не скупитесь, если было полезно. Приятного программирования. Пока.